Я бы хотел все-таки сказать слово, коли мы общаемся по этому поводу. Я как депутат на своем округе, фактически процентов 80 вопросов, которые у меня возникают, так получается, что с ними я обращаюсь к Дмитрию Николаевичу. И на самом деле я не пишу просто бумаги, я действительно хожу в кабинет по запросам жителей, общаюсь, обращаюсь. И тот объем работы, с которым, вот я со стороны смотрю, с которым сталкивается непосредственно человек, как он стремится ответить, какие от него идут обратные реакции, да. То есть просто иногда возле кабинета ему не то, что я ни разу в жизни не видел, чтобы человек сидел с кружкой там чая или еще с чем-то. Человеку постоянная фактически очередь, он день и ночь, он либо на планерках, он все уже ушли из администрации, можно вечером смело идти, и Дмитрий Николаевич, если не уехал проверять в ночь что-то, он будет у себя сидеть, у него еще вот такие папки бумаг. У меня сформировалось мнение однозначное, что вот сейчас формируется новая администрация, на самом деле им в первую очередь у себя внутри нужно посмотреть, каким образом помочь скорректировать эту систему, да, и в том числе облегчить труд, с одной стороны, где-то минимизировать какие-то лишние растраты человека, часы, да, где-то что-то наоборот добавить специалистов. Но то, с какой загрузкой люди на сегодняшний день работают, я абсолютно говорю, что за 60 тысяч рублей человек с обыкновенным здоровьем это просто не выдержит морально и физически. Я так же и не вижу, что вы стояли в очереди рядом со мной, если 14, я тогда встал, и 14 человек должно рядом стоять. В очереди 14 депутатов я, к сожалению, ни разу не стоял. В очередь делаем, тоже не видим, что вы за нами стоите. Подождите, подождите, вернемся к нам поездке вопроса. Продолжение следует...